Привет! Новая реакция на канале, потому что все любят реакции, и она будет супер эмоциональной. Скорее всего, нет. Короче, в паблике у себя я начал публиковать биты на оценку, которую вы можете прислать в предложку. Собственно, сейчас я покажу вам весь процесс публикации от и до, то есть как я слушаю, как я публикую, как я реагирую на биты. Приступим. К сожалению, все присланные биты я не смогу включить в это видео, но, по крайней мере, часть из них вы точно увидите. Давайте послушаем Alex Mix X Bits. Это коллаб, я надеюсь. Так, Omnisphere, FL Studio 12, 7 месяцев. Это должно быть что-то интересное. Этот бит я публиковать не буду, но он неплохой для начинающего. То есть для 7 месяцев как бы реально неплохой уровень, но мне кажется, что он должен иметь какой-то наклон. То есть либо должен быть более low-fine, либо более таким острым, как типичный трэп, а здесь ни то, ни сё. И поэтому, мне кажется, общий звук не складывается. Далее Никита, он мне приложил опрос. Я честно признаюсь, что вот эти дурацкие правила я придумал специально, чтобы отсеять максимум битов. Дело в том, что в первые дни приходило по сотне битов. И я думаю, что после этого видео тоже будет приходить больше. И поэтому неоформленные биты я не слушаю. Так что мы идем дальше. И Ник. Ммм, интересно. Этот бит я тоже публиковать не буду, из-за того, что немножко не в попад играет бас, бит и основная мелодия. Но начало было очень многообещающим. То есть вот именно... Вот эта вот именно часть, вот она такая прям многообещающаяся. Сейчас что-то будет, сейчас будет классно, а потом... Нужно именно более как-то целостно все делать. Для 9 месяцев очень неплохо. Вообще, к слову, в комментах написали, что типа вот, давай, сделай реакцию, может быть, меньше ерунды будут прислать. Нет, мне кажется, что это неправильный подход. То есть я в этом видео постараюсь рассказать, почему тот или иной бит я опубликовал. Что мне в нем понравилось. Почему я решил, что именно его нужно опубликовать, а не другой. Я не хочу вас ругать. Я хочу указать на маленькие точечки, которые вы исправите и ставите гораздо круче. То есть мое желание в том, чтобы вы присылали биты еще чуть-чуть лучше, чем вы присылаете сейчас. Вот этот мы пока как бы запомним. Возможно, я его опубликую, послушаем еще. Вот этот бит, это лучшее, что прислали с лупом. То есть все, что было с лупами до этого, где было написано, что это луп, я слушал, и там был какой-то трэш. Реально, наскоряк накиданные ударные на какой-то луп, который не очень ровно стоит. А вот это прям нормально, вот это мы опубликуем. Ладно, это будет первый бит. Как вы знаете, я противник лупов, но здесь хорошо сделано. Чувствуется, что была проведена работа. Нет, ну вот это, вот это очень ленивый бит. Бит здесь неплохой, то есть именно сама ударная партия на мелодия и бас просто кошмар. К сожалению, я не буду это публиковать. Мне кажется, что именно нужно вот баланс соблюдать, а здесь баланс полностью нарушен. Есть ютубер такой, Артур Картон, но это, по-моему, другой чувак. Примерно как и в предыдущем бите, то есть тут ударные вроде неплохие, все остальное плохое, но здесь ударные, мне кажется, менее выразительные. Вот здесь, вот здесь чувствуется проделанная работа именно, а не просто... Ну то есть это не просто накиданные звуки. Я понимаю, что этот бит тоже не самый сложный, довольно однообразный, но тем не менее он, ну такой, типа, не идеально звучащий, но вот именно работа проделанная тут чувствуется. Ну вот здесь как-то абстрактный хип-хоп, который я не понимаю. Это просто, короче, это постороннее вот это все, я не выкупаю. Чувак сразу решил оптимизировать по тегам для поиска, видимо, по обзору... О, по опросу... Подготовим его тоже к публикации, потому что в целом звучит действительно неплохо. И предоставлю этот трек на суд вам. Идем дальше. Артур спрашивает меня, почему я не опубликовал бит? Потому что я сказал это уже в начале видео, я опубликую не все биты. Но, тем не менее, у вас есть возможность присылать, во-первых, ну, несколько битов, не вот так вот, а отдельно несколько битов, несколько опросов. Вы можете присылать биты, в общем-то, хоть каждый день. Я каждый день слушаю новые биты и выбираю на публикации из того количества, которое мне прислали за день. Ну, вот это как написано интересно, но вот именно прикол в том, что все очень так в кашу слеплено, и это не дело. Позаботились о том, чтобы прописать интересные партии. Вот Way.O, надеюсь, правильно читаю, ник битмейкера. Way.O позаботился о том, чтобы прописать интересные партии, но не позаботился о том, чтобы это все звучало целостно. Только то, что вот здесь еще куда не шло, но вот эта низкая фортепиано полностью перекрывает бас. Особенно обидно, когда хорошие биты, которые вот у них такой хороший задел, но просто не доведены до ума. Но просто вот чуть-чуть не хватило, чтобы бит стал крутым. Вот мне от этого обидно больше всего. Вот Retro Wave фразе Retro Wave. Один инструмент не в том, как другого инструмента, но зато типа Retro Wave. Вот гифка с Японией и дождем. Класс. Вот, вот обычно использование лупов или сэмплов приводится вот к такому. То есть просто какой-то мелодический кусок, поверх которого абы как наложен бит. Но мне кажется, что это как бы... Вот я тут не вижу усилий. Тут я не вижу того, как человек старался, когда это делал. Не слышу. Я же наушники. В начале этого бита был супер-пупер низкий бас. А для кого это вообще? Это тоже был как бы близок к публикации, потому что он, ну, как бы просто чуть-чуть тоже не доведен до ума. Там есть какая-то мелодия на заднем плане. Как-то бит интересно звучит. Но в целом просто не доделан. Неправильный баланс громкости. В начале какой-то непонятный бас зачем-то нужен. То же самое. Хороший задел, но нету реализации. Это печально. А вот этот бит Никита присылает второй раз. И я скорее всего его публикую. Бас лупит слишком сильно. Но это простой бит. То есть вот этот бит, который у него задумка и реализация на одном уровне. Ну, кроме того, что бас все-таки чуть-чуть громковат. Нужно было оставить его тогда. Но сделать его чуть менее громкий. У нас есть бит, который изначально не очень сложный. Но при этом вот он реализован так, что он звучит нормально. Не хватает звезд с неба. При этом звучит абсолютно нормально. И вот это я ценю. То есть именно когда человек поработал с тем, что у него есть, и сделал нормально. Опять же, я не с точки зрения того, что вот я буду судить, каким битам выходить, а каким битам не выходить. Нет. Пока я каждый бит выбираю сам. И выбираю его, стараюсь выбирать не по своему собственному вкусу, а по каким-то таким объективным критериям звучания. Вот. Ну, они, правда, все равно субъективны, но это не важно. Тоже два бита без опроса. Блин, такая хорошая задумка, но как-то мутновато звучит. Возможно, тоже опубликуем. Ну, вот здесь тоже. Типа low-fi бит. Но на самом деле это не low-fi бит. Во-первых, ударный не low-fi. И во-вторых, ритм такой не очень low-fi. Тут low-fi только сэмпл. Вот обычно использование лупов выглядит примерно вот так. То есть какой-то луп, к нему наложен какой-то бит, который звучит слишком тихо, либо слишком громко, либо просто как-то косо-криво, то есть не в ритм. Здесь он звучит в ритм, но он звучит очень тихо, бит. А луп слишком громкий. Но я тоже не очень хочу это публиковать. Вот мы послушали все биты и сделали четыре публикации. И еще, если вам нравится такой формат, когда я буду, ну, типа, отбирать биты просто лайвом, то подпишитесь на мой инстаграм. Ссылка будет в описании. И там я буду делать это периодически в прямом эфире. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. Подпишитесь. Если вам нравится такой формат реакции, то тоже можете написать в комментариях. И, возможно, есть вещи, эмоциями, по поводу которых я смогу с вами поделиться. Ладно. Давайте посмотрим на биты, которые, по вашему мнению, являются топовыми. То есть по вашим голосам. Это биты, которые набрали максимум за вот эту неделю, пока я их публикую. Начнем, наверное, с самого первого. Lil Mozart. Но этот бит неплохой. То есть явно очень интересный. И вот он, опять же, хорош тем же, что он как задумка, так и звучит. То есть более-менее интересная задумка и более-менее неплохо звучит. То есть все целостно, все вместе. То есть нет такого, что типа, ууу, там автор что-то наворотил у себя в голове. Вот как вот тут написано. Ууу. Наворотил у себя в голове автор, но не смог реализовать. Нет. Вот тут реализация соответствует задумке. Это классно. Мне это очень нравится. Послушаем следующий. Вот тут какой-то говнюк поставил один минус, вместо того, чтобы было 7,7, 7,7. Ну как же так, а? Ну это просто олдскульный бит. Честно говоря, вот это тот случай, когда мне бит самому понравился не очень. Потому что я просто не очень люблю такое звучание сейчас. Но я как бы понимаю, что звучит он интересно и так бодро, так драйвово. И короче, поэтому я решил его опубликовать. И вы со мной согласны, что он действительно звучит бодро и драйвово. И самое главное, что он реально звучит олдскульно. То есть реально звучит так, как он и должен звучать. И это классно. О, ничего себе. 91% я как-то проглядел. Честно говоря, нет, серьезно. Я когда отбирал публикации, то, видимо, я не обратил внимания, что тут 91%. Значит, вам очень понравился этот бит. Ну да, он атмосферный. Просто много ревера, и все стало круче. На одном мастере ревер кидать, все будет классно вообще, топ. Мне тоже очень нравится этот бит, но это даже скорее трек, а не бит. Но здесь реально очень-очень много ревера. Вот, да, кстати, тоже классный пример сэмплирования. То есть, вот когда вы сэмплируете, но вы потрудитесь, сделайте вот так. То есть вам уже не надо писать мелодию. Постарайтесь над битом, постарайтесь над какой-то обвязочкой, чтобы все это вместе было классно и круто. Вот как здесь. Ну, мне правда нравится этот бит, вот именно потому, что он весь такой... Такой. То есть он... Он живой, он двигается постоянно. И вот... И тут как бы сэмплирование, это неплохо, но здесь оно прям звучит прям супер круто. И не типичный для нас бит, то есть это бит, в котором была записана гитара живым способом. Это не единственный бит, который, типа, немножко роковый, но это лучший из всех битов, которые вот прислали с использованием вот таких вот типа живых ударных. То есть я имею в виду вот вестишек с живыми ударными. То есть это реально лучший бит из того, что я услышал. И, в общем-то, единственный, который я опубликовал, потому что вот такие звуки, их надо уметь использовать. И здесь получилось. Все равно этот бит крутой. Ну вот именно здесь чувствуется, что проделана работа, что человек постарался, он сделал, он собрал, он склеил. И получилось круто. Именно работать с записанными самостоятельными инструментами сложно, потому что, когда вы используете луп, сэмпл, инструмент, это записано профессионалами. В специально созданной студии с дорогим оборудованием. А здесь же это просто чувак с комбаря микрофоном снял звук и сделал из этого бит. Ну это круто. То есть то, что это нужно постараться, это нужно уметь, это нужно сделать. И финальный бит. Знакомый очень open high-hat loop. Честно говоря, вот этот голос, то-то-то, мне не очень нравится, но в остальном, вот как он классно звучит. Вот именно вот эта та атмосферность, которая нравится мне. И я сомневался, публиковать его или нет, потому что вот этот голос, мне он не нравится, но вот в целом звучание просто меня победило. Он так классно звучит. Короче, вот все. Это были все биты, которыми я хотел с вами поделиться сегодня. Вы можете написать в комментариях, какой бит вам понравился больше всего и поставить лайк этому ролику, если вы любите реакции. Я, конечно, понимаю, что это была такая себе реакция, то есть я не супер эмоциональный чувак. Как я уже сказал, если ролик вам понравился, то ставьте лайк этому ролику. Если не понравился, был неинтересным и вообще отстойным, реакция не для вас, то ставьте дизлайк, ну и напишите об этом в комментах. Опять же, можете написать в комментах, какой бит вам понравился больше всего. И стоит ли мне продолжать вот эту ерунду в паблике, то есть публиковать биты на оценку. Вот и на этом у меня с вами сегодня все. С вами был Стас, обязательно подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Посмотрите другие мои видео, вот это, вот это, любое видео, там есть просто видосы, видеоуроки, всякая интересная ерунда. Информация о моих курсах у меня в личке, ссылка на меня в описании, ссылка на мой инстаграм в описании, как я уже сказал. Там будут лайвы опубликовывания битов, опубликовывания битов лайв в инстаграме. Если интересно, подпишитесь. С вами был Стас, увидимся в следующем видео, пока.